Всем привет и добро пожаловать на мой канал! У меня выдалось час-полтора свободного времени, поэтому я решила записать сразу несколько роликов для своего канала. Наверное, три сегодня я запишу. Поэтому имейте в виду, что в ближайшие несколько видео я буду в одном и том же образе. Начну я с видео о пустых баночках. Итак, я уже несколько просрочила с этим видео. Уже начался октябрь, а мне вам стоит рассказать о тех продуктах, которые у меня закончились в сентябре месяце. Средств будет не много и не мало, но тем не менее рассказать есть о чем. Поэтому сразу по традиции приступаем к средствам для волос. Я не знаю, нужно ли что-то говорить об этом средстве. Это лак для волос Шварцкоп Готубистальная хватка, которую я очень люблю. Два сразу закончился, один у меня, другой у моей мамы. Обожаем его. Шампунь от чистой линии, березовый шампунь. 80% березового отвара. Вот такая вот большая упаковка, 400 мл. Подходит для всех типов волос. Пользовался мой папа. Прозрачный, достаточно жидкий шампунь. Очень хорошо промывает волосы. Пахнет таким березовым соком. Хороший шампунь. Ему понравился. Волосы приятно пахнут. Хорошо промываются. И долго не пачкаются. Не салятся. Подошел к концу шампунь от Кока Чока. Из линейки интенсивное увлажнение. У меня в объеме 250 мл. Закончился раньше всех остальных средств. Обычно у меня быстрее всего заканчивается кондиционер для волос. Но вот именно в этой линейке меня подвел шампунь. Именно потому, что он очень плохо пенится. И его много нужно на мою длину. Для того, чтобы промыть волосы. Мне подсказали некоторую хитрость, что нужно очень много воды использовать. То есть волосы должны быть максимально мокрыми. То есть не просто влажными. Но я всегда волосы хорошо смачиваю. Они у меня всегда сильно мокрые. И вот этот шампунь даже таким образом не работает. В целом, вся линейка интенсивное увлажнение по уходу за волосами мне понравилась. За исключением вот этого шампуня. Его я повторять не буду. У меня есть мысли попробовать шампунь из другой линейки. Я очень много блогеров смотрю, которые хвалят шампунь из линейки для объема волос. Вот его я хочу попробовать. А вот этот шампунь повторять не буду. Нет. Все остальные средства из линейки, да, замечательные. Кроме шампуня. Это мое мнение. Далее. Для обзора мне приходила целая линейка средств от марки Anarity. Гоа Индия. Сейчас я вам покажу то, что у меня уже закончилось. Это два средства по уходу за волосами. Шампунь и бальзам. Несколько слов хочу сказать о марке Anarity. Это средства, которые не содержат СЛС, парабенов, синтетических отдушек, красителей и консервантов. В принципе, вот по уходу за волосами линейка мне понравилась. У меня были вот такие вот мини-версии по 100 мл. Бальзам и шампунь. Шампунь у меня был с экстрактом жужуба и миндаля. И бальзам с экстрактом розы, маслом грецкого ореха и маслом жужуба. Что касается шампуня. Он достаточно такой концентрированный. Небольшого количества мне было достаточно для того, чтобы промыть мои волосы. Очень приятно пахнет. Волосы не пересушивает. После использования одного шампуня они достаточно рассыпчатые. Их можно даже расчесать руками. То есть без использования расчески. То есть прочесать пальцами. А с некоторыми шампунями у меня такого трюка не выходит. Не получаются после его использования волосы как соломы. И мне это нравится. И в целом волосы он промывает неплохо. Что касается бальзама кондиционера. То он достаточно жидкий. И его нужно использовать много. Вот здесь наоборот. У меня очень долго использовался шампунь. А бальзам наверное за 4 применения улетел. То есть мои волосы его впитывают. И практически ничего не остается. Но когда я смываю его с волос. Волосы хорошо выглядят. Они блестящие, шелковистые, увлажненные. То есть здесь ничего плохого я сказать не могу. В целом вот эта линейка по уходу за волосами мне понравилась. Далее мы переходим к средствам по уходу за телом. И тут же я продолжу со средств от той же самой марки Аналити. Это гель для душа и лосьон для тела. Опять же вот такие небольшие миниатюры по 100 мл. Опять же растительное происхождение. Как и у всех средств этой марки. Вот эти средства у меня практически полные. Я их выбрасываю. Объясню почему они мне не понравились. Гель для душа он очень красивый. У меня кстати был увлажняющий гель для душа с экстрактом алоэ веры и кокосом. Мне не понравился запах. Хотя в целом сам гель очень красивый. Такой знаете густой. Белого цвета с перламутром. Такая красивая у него и цвет и консистенция. Но запах девчонки это просто запах какой-то старины. Я принимаю с этим гелем душ. И у меня такое ощущение, что я вылезла из бабушкиного сундука. То есть облачилась в какие-то вещи, которые хранились 100 лет где-то на полке. За закрытой дверцей. Это мне очень не нравится. Не нравится моим окружающим. Поэтому я конечно же им пользоваться не могу. Как мне мама сказала, что ты хочешь. Это Индия. У них там свои травы, свои какие-то отдушки. Айурведа одним словом. Хотя шампунь и бальзам предыдущие, которые я вам показывала. Они пахнут совершенно по-другому. И очень приятно. Их я реально могу советовать. А вот этот аромат мне совершенно не нравится. Точно такой же аромат старины бабушкиного сундука и у лосьона. Лосьон у меня с экстрактом сои и миндальным маслом. Приятная у него текстура. Отталкивающий совершенно запах. И вы знаете, я решила перетерпеть. Намазывалась им, посмотреть какой будет результат. И результат мне тоже не понравился. Потому что у меня после его использования на следующий день кожа покрылась прыщиками. На теле у меня никогда такого не было. А вот с этим лосьоном как-то я не сдружилась. Поэтому вот эти два средства. Гель для душа и лосьон я выбрасываю практически новыми. Закончился вот такой большой объем геля для душа от Palmolive Thermal Spa. Массажный гель для душа с минералами мертвого моря. И массажными микрочастицами. Приятный аромат. Гель такого голубого оттенка. Удобный дозатор. Я до этого покупала небольшие объемы этого геля. Но вот сейчас решила 750 мл. Он стоял в душевой кабине в бане. Очень приятно после бани освежиться с помощью такого геля. Плюс вот эти массажные микрочастицы. Если на мочалку вы их совершенно не почувствуете. Ну а если просто рукой наносить, то есть какой-то такой легенький-легенький скрабирующий эффект. У мужа у моего закончился гель для душа с розой. Это был подарок от моей зрительницы. До этого, кстати, я покупала подобный в Болгарии. Хороший гель. Очень приятный розовый аромат. Он не женский. Он такой, вы знаете, именно мужественный. Роза такая для мужчины. Очень приятная. И потом вот после принятия души с этим гелем от кожи идет очень приятный такой аромат. Такой секси мужчина. Очень приятный. Подошел к концу скраб от Organic Shop из серии Body Desserts. Tropical Mix. Антицеллюлитный скраб для тела. Я уже говорила в каком-то своем видео, что я не сразу его распробовала. То есть просто обычный, как скраб, не на распаренную кожу, скажем так, вы эффекты можете и не почувствовать, как это было со мной первые два раза. Но если принять ванну, хорошо распарить свою кожу, либо после баньки, после сауны, этот скраб раскрывается совершенно по-новому. То есть, как и все скрабы от Organic Shop, у него достаточно крупные скрабирующие такие сахарные частички. Здесь также в составе эфирные масла цитрусовых, которые тоже прекрасно воздействуют на кожу и показаны в комплексном уходе за телом в антицеллюлитной практике. Здесь также содержится экстракт перца, который разогревает кожу. Но вы знаете, что отличает этот скраб от других средств, которые содержат экстракт красного перца, кожа не краснеет. То есть нет такой вот яркой, выраженной аллергической реакции. Я бы так ее назвала, потому что на многие средства, которые содержат экстракт перца, моя кожа просто реагирует покраснением, очень таким сильным, выраженным и начинает чесаться. Вот с этим скрабом такого нет. Есть согревающий, разогревающий эффект, но кожа при этом не краснеет. Может быть так, она слегка, слегка такая розоватая, но не более того. Поэтому этот скраб мне нравится, я могу его советовать. И здесь большой объем 450 мл. Кстати, кожу очень хорошо он очищает. Еще два средства из мыльной темы. Это мыло от Ariflame, Milk and Honey Gold. Именно с ароматом этого мыла и вообще с этой линейкой средств для меня начинается Ariflame. До сих пор приобретаю подобные средства. Очень нравится аромат. И вообще мыло само по себе приятное. И еще одно жидкое мыло на сей раз подошло к концу. Марка чистая линия, фитотерапия, мягкое крем-мыло, двойное увлажнение, смягчающее фито-масло. В общем, много всего написано. Это мыло с алоэ. Не совсем оно мне понравилось. Мне показалось, что его очень долго нужно смывать с кожи. И после использования кожа не увлажняется, наоборот, немножечко как-то стягивается, как будто бы подсушивается. Поэтому второй раз я его повторять не буду. Далее плавно переходим к средствам для лица. И опять же от марки Anarity я вам показываю гель для умывания. У меня уже был отдельный обзор на него. Я показывала его в своих средствах ухода за кожей. Но сейчас тоже кратенько расскажу про него. Закончился он у меня до конца. Все-таки я его доиспользовала. Это у меня очищающий гель с экстрактом алоэ и медом. Приятный гель, приятный запах алоэ. С дозатором, как я уже говорила, было сложно подружиться. Где-то на третий-пятый раз он только начал работать нормально, дозировать продукт. Но это не самое главное, не самое страшное. Хорошо очищает кожу. Может быть, не совсем супер справляется со снятием макияжа. Но остатки макияжа удаляет хорошо. Изначально я всегда использую либо молочко, либо какую-то мицеллярную воду для снятия косметики. А уже дальше очищаю кожу. Кожу очищает до скрипа. И, как мне показалось, даже может ее слегка пересушить. Поэтому, если у вас сухая кожа, не могу посоветовать. А вот комбинированная и жирная кожа с этим гелем, я думаю, подружится. Даже черные точки на носу очищает. В целом, мне понравился, поэтому я его доиспользовала. Но после его применения, если кожа все-таки склонна к сухости, лучше использовать какой-то хороший увлажняющий крем. Закончился у меня супер лосьон от Holy Land. Очищающий лосьон для пор, который растворяет закрытые комедоны. Долгое время он был у меня в применении, потому что какое-то время кожа у меня вообще была в идеальном состоянии. Потом я начинаю экспериментировать. Появляются всевозможные прыщики, закрытые комедоны. Вот. И иногда прибегаю я к его помощи. Но я не могу сказать, что он прям вот как-то супер очищает кожу. Он подходит даже для того, чтобы протирать веки. Вот. Я им пользовалась. Неплохой в целом. Но сказать, что он действительно супер лосьон, я не могу. Он стоит достаточно дорого. Но вот конкретно в моем варианте я не могу сказать, что он на 100% работает. Закончился гель для умывания. Вот такой небольшой пробник в 30 мл от Dermalogica. Он назывался Special Cleansing Gel. Стерлись с него все надписи. Приятный гель для умывания. Очень хорошо подойдет для комбинированной, для жирной кожи. Сухую, опять же, кожу чувствительную может подсушить. Но я его использовала летом. Поэтому летом было нормально. С выработкой кожного сала проблем не было. Вот зимой я бы его использовать людям с чувствительностью сухой кожей. Не рекомендовала. Жирный, да, жирный он понравится. И как любой гель, его достаточно сложно смыть с лица. Поэтому нужно очень хорошо его промывать водой. И дальше все равно я рекомендовала бы использовать какой-то хорошо увлажняющий тоник, чтобы кожу не пересушить. А в целом мне понравился. Это уже не первый флакон, который мне попадается в коробочках красоты. Опять же, с коробочки красоты я познакомилась вот с таким тоником. Энергетический тоник на основе трав 30 мл от корейской марки Airborian. Я знаю, что сейчас на YouTube очень много положительных отзывов об этой марке. В частности, о тональном креме, о BB креме. У меня есть мысль его попробовать обязательно. Но на сайте, где я обычно заказываю подобную косметику, я сейчас не нашла его в наличии. Отсутствует на складе, но я обязательно его попробую. Я уже для себя приняла такое решение. Вот этот тоник мне понравился. Он действительно очень увлажняющий. После его применения можно даже забыть, что ты не воспользовался уходовым кремом. Очень хороший. Запах у него очень приятный, нежный. Даже мне показалось какой-то легкий, ненавязчивый, цветочный. И также для лица покажу два пробника. Первый из них это от Givenchy крем для контура глаз из серии Smile and Repair. Ну что можно понять из такого пробника? Текстуру, впитываемость, эффект, к сожалению, нет. Текстура очень приятная, достаточно такая легкая, быстро впитывается и хорошо увлажняет кожу под глазами. И вот такой вот пробник. Это Холика-Холика. Трехсекундный стартер с коллагеном. У меня есть с гиалуроновой кислотой. И вот мой с гиалуронкой, он более жидкий. Вот этот же имеет более такую густую консистенцию какого-то геля-желе. Очень приятный, это не тот тоник, к которому мы привыкли, то есть не на ватный диск его наносить нужно. Просто выдавливается в руку буквально немножко и подушечками пальцев вбивается в лицо. Он очень быстро впитывается и надежно увлажняет кожу. Мне понравился. И когда закончится мой с гиалуронкой, обязательно себе вот такой с коллагеном возьму. Далее покажу несколько специфических продуктов, средства гигиены. Во-первых, это вот такая зубная паста от ROX. Энергия утра двойная мята. Вот такая мини-версия из коробочки красоты. Очень удивительно, да, что в коробочку красоты продолжают вкладывать зубную пасту, но тем не менее. Приятная паста, она мне очень понравилась. Хорошо освежает дыхание, очищает зубки. Поэтому приобрела в себе полноразмерную. Два средства Сахиорб и тот и другое, это хиноцея, я уже не раз показала в своих видео. Это детская хиноцея в капельках. Вот такой вот марки. Здесь очень удобная пипетка. Здесь идет такая разметка, градуировка, то есть очень легко дозировать. Ее можно использовать с 6-месячного возраста. Детки, кстати, очень хорошо ее пьют. Она сладенькая, со вкусом апельсина и не содержит спирта. Ихиноцея можно по праву назвать природным антибиотиком. Средством, которое помогает нам бороться с вирусами и бактериями. Организм наш более крепкий с эхиноцеей. То есть также помогает укреплять иммунитет. В общем, я в это средство верю, я ему очень доверяю. Поэтому обязательно буду заказывать еще. Сейчас у меня есть в использовании еще один флакончик. Детки мои его любят. И действительно средство работает. И вот такая вот банка с капсулами. Натурс Вей. Ее я заказываю уже для взрослых членов своей семьи. Здесь 180 капсул. На прием сразу 3 штуки. Если вдруг вы чувствуете, что заболеваете. Три раза по 3 капсулы. Это средство я тоже очень люблю. И, кстати, его очень любит моя мама. А мама у меня вообще такой человек, который мало во что верит. И всякие там биодобавки. Это не для нее. Но вот это средство она просто обожает. И очень заботится о том, чтобы оно всегда у нас было. И вот сейчас закончилась банка. Есть у меня еще одна. И она уже меня буквально тормошит. Юля, давай заказывай еще. Мы не можем остаться без этой эхиноцеи. Поэтому средство просто бомба. И далее переходим к декоративной косметике. Я тоже быстренько вам покажу все, что у меня закончилось. Начну с тональных кремов. И первый из них это Make Up For Ever High Definition Foundation. У меня это оттенок 120. Средний. Самый средний из того, что у меня есть. У меня есть 115, 120, 125. Вот этот средний у меня закончился. Очень классный крем. Я его обожаю. Крем, который не дает эффекта маски. В то же время маскирует какие-то небольшие недостатки, покраснения. Маскирует поры. Очень невесомо смотрится на коже. Ложится, как вторая кожа. И просто эффект фотошопа. Очень его люблю. Кожу не сушит и не подчеркивает шелушение. Закончился тональный крем от Elena Rubinstein Color Clone Hydra 24 часа. То есть увлажнение на 24 часа. У него нет никакого дозатора. Вот обычный вот такой флакон с дырочкой. У меня он шел в оттенке 20 бешеванила. Приятный крем. Достаточно темный этот оттенок. Поэтому я его использовала исключительно летом. Крем очень легкий. Дает легкое невесомое покрытие. Опять же нет эффекта маски. Но если выбирать между классическим Color Clone и этим Hydra 24, все-таки я предпочтение отдам классическому. Потому что он дает, знаете, такой припудренный как бы финиш. Такой матовый финиш на лице. Бархатистый, который мне очень нравится. А вот этот все-таки такой влажноватый, который нужно припудривать. И если на улице жарко, то, конечно же, вот этот крем быстрее сползает с лица, нежели вот классический Color Clone. Поэтому хороший, ничего сказать не могу. Но второй раз я конкретно его покупать не буду. Предпочтение отдам, как уже и сказала, классическому Color Clone. Решила выбросить я вот такой вот биби-крем от Innisfree SPF 35. Он идет для проблемной кожи. Мне не подходит оттенок. Мне не подходит именно то, что крем предназначен для проблемной кожи. Как бы он борется с высыпаниями, подсушивает их. Но при всем при этом мой сухой лоб, он тоже подсушивает. Мне это совершенно не нравится. И крем несколько проваливается в поры и смотрится как маска. Плюс ко всему мне не очень нравится такой явный аромат пихты. Растаюсь вот с такой метеоритной базой от Guerlain, потому что вышел срок годности. И считаю, что не стоит использовать, экспериментировать на своей коже. У меня осталось совсем немножечко. Это вот в прозрачном геле вот такие вот небольшие перламутровые шарики, которые при нажатии на дозатор лопаются. И просто выходит однородная перламутровая масса, которую вы наносите на лицо. И это средство подсвечивает кожу изнутри, выравнивает какие-то неровности, сглаживает поры. В целом очень приятная база. Я ее использовала не под тональный крем, а когда кожа была в хорошем состоянии, просто наносила эту базу и сверху припудривала. Смотрелась очень красиво и естественно. Вот под тональный крем я не знаю, как использовать подобное средство. Мне кажется, весь вот этот эффект сияния, он просто-напросто нивелируется. Вот так покажу. Целых 4 подводки от L'Oreal Super Liner Perfect в черном оттенке. Классная подводка, я ее очень люблю. Именно поэтому целых 4 штуки закончились. 2 у меня, 2 у моей мамы. Долгое время мы ими пользовались. Вот такой вот тоненький фетровый кончик. Очень удобно рисоваться его помощью стрелку. Стрелка получается очень тоненькая. Можно сделать толще, если нажать на это средство. Классная подводка. Очень долго держится. Она стойкая. В течение 24 часов может держаться, не стираться, не смазываться. Я ее безумно люблю и продолжаю покупать исключительно ее. Много всего попробовала, но каждый раз я возвращаюсь именно к этой подводке, потому что с ней очень легко работать. И стрелка получается идеальной. Далее я вам покажу тушь для ресниц. Это тушь от разных марок. Этой тушью пользовалась моя мама, но и ту, и другую, конечно же, в действии я пробовала. Как иначе? Поэтому я вам сейчас расскажу. Первая от L'Oreal. Это был подарок из Америки. Называется Voluminous Full Definition. Вот такая вот ворсовая, обычная, стандартная щеточка. Дает неплохой объем, хорошо прокрашивает. В целом получается эффект натуральных ресниц на каждый день. И вторая тушь, которая подошла к концу, от марки L'Oreal. У нее точно такая же стандартная классическая ворсовая кисточка. Практически ничем не отличается от щеточки туши L'Oreal. Но по эффекту вот эта тушь намного-намного лучше. И если сравнивать их две, казалось бы, при одной и той же классической ворсовой щетке, я могу порекомендовать исключительно вот эту от L'Oreal, потому что эффект сравнимый с тушью от Yves Saint Laurent с эффектом накладных ресниц. Действительно, эта тушь делает потрясающий объем, приподнимает реснички, фиксирует. И вообще шикарный объем дает, кружевной объем. Такой, как я люблю. Можно добиться с этой тушью драматического эффекта на ресницах. Обалденная тушь. Рекомендую от всей души. Ну и последний, это карандаш от Clinique для губ. Вот такой вот выкручивающийся. Он был в оттенке 39 Beige Plum. На мой взгляд, самый ходовой оттенок, который подойдет и под нюдовую помаду, и под более темную, приближенную к сливовым оттенкам, каким-то коричневатым. Самый универсальный, самый классный. И мне нравится, что его не нужно затачивать. Он выкручивается. Это были все средства, которые закончились у меня в сентябре месяце. Благодарю вас за внимание. Если у вас есть свое мнение о тех средствах, которые я вам показала в видео, обязательно пишите об этом в комментариях. Всем пока. До новых встреч на моем канале. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова